Касательно земли для фермера конкретного и по работе с фермерами, вы вообще доложите себе? Но, к сожалению, большинство фермеров, подавляющее большинство, не занимаются реальной работой. По разным причинам, их более 50 фермеров, и, соответственно, где-то чуть меньше 10%, которые реально работают. Но остальных или нет денег, или кто-то хочет перепродать участок, естественно, по вашему поручению мы таких выявляем с целью изъятия земли. Что же касается крупного сельского хозяйства, то у нас развитие здесь более впечатляющее. В том числе у нас ГУП Туровский выкуплен у федерального имущества, выкуплен не по банкротной схеме. Амазепин – это хозяин Уралхима, выкупил практически за миллиард. Это совхоз у федеральной власти, и сейчас складывает, делает огромные теплицы. То есть у него сейчас проект реализуется 50 тысяч квадратных метров. Ну, также он строит там несколько ровников, начинает в этом году. То есть у нас надежда хорошая, что мы выйдем, скажем, на лучшие позиции гораздо. Ну, также Константин Малафеев, который у нас купил Заокское, тоже там развивает фермы. То есть здесь более-менее все в порядке. Дашковка строит новую ферму тоже. Это три крупных хозяйства, которые есть на территорию, которые не разбиты по паям. Что касается данного фермера, Лютого, то он пока еще не фермер, он начинающий. То есть я спросил у него, что вот есть у вас опыт хозяйства, у него он военный пенсионер. Вот, и опыта у него нет, за исключением того, что у него родственников в деревне Тверитино есть, где шесть коз, там несколько десятков коз. Вот, тем не менее, желание у него есть. Естественно, вот, он пока не полностью разбирается в документах, которые необходимы. По вашему поручению, мы все выходные и вот те дни занимались кадастром-инженером. То есть он отдал схему земельного участка, то есть у него участок на кадастре не стоит. То есть в августе прошлого года, когда он нам сдал пакет документов, ну, то есть, который мы сделал кадастровый инженер Берников, который его заранее предупредил, что у вас здесь газопровод, что вам нужно сделать дорогу. И плюс он ошибся, еще третья ошибка была у Берникова, он указал мне тот вид, который с этого года нету в реестре, и его бы не поставили на кадастре. То есть мы это Бернику указали, тут же отдали ему документы, но Лютый к нему не приходил. И вот, то есть, в связи с тем, что ваше поручение было, мы теперь сами вызвали Берникова, нашли, быстро исправили все эти недостатки, которые были у него в кадастре, и сделали постановление об утверждении схемы расположения земельного участка. Оно чуть меньше получилось, чем он и спрашивал, потому что убрали оттуда газопровод, сделали дорогу и сделали вид назначения, как положено сейчас по реестру, вот, с тем, чтобы подоставить на кадастровый учет. То есть вот два этих постановления, Андрей Юрьевич, то есть два участка разбиты. То есть фермер землю получит? Да, конечно. Каков порядок предоставления земли для занятия сельским хозяйством? Уважаемый Андрей Юрьевич, вот, дело в том, что до 1 марта, это вот мы почему выходные старались еще так быстро сделать, потому что до 1 марта, ну, доделали, то есть мы 5 постановления сделали, вот, но там все нюансы дорабатывали. Почему? Потому что с 1 марта все только аукцион, только аукцион, если есть спрос. У нас на сегодняшний день спрос есть, и есть несколько фермеров, которые ведут хорошо хозяйство, вот, в том числе тепличные комплексы строят, это не крупные такие миллиардеры, да, а средние, у которых там 100-200 миллионов рублей, вот, и которые хотят заниматься. Вот, но вот этот вот Александр Анатольевич Лютый, который хочет стать фермером, я думаю, что если, как бы, Чупраков мне поможет поставить быстро на кадастр, ну, то есть он уже успел последний день запрыгнул, дальше был бы конкурс. Естественно, так как эта земля находится на самом севере Серпуховского района, туда ближе к Москве, то есть у нее есть, скажем так, ну, чем ближе к Москве, тем дороже земля, то там наверняка будет коммерческий спрос, потому что даже ту же там молочную продукцию или что-либо еще продавать легче, в силу близости к Москве. Вот, то есть сейчас все зависит от скорости постановки на кадастровый учет, то есть Чупраков мне сказал, что я помогу, быстро сделаю, и можно, то есть если будет решение ваше, то можно будет ему отдать без конкурса. Ну, естественно, вот его бизнес-план Лютого, то есть как-то в связи с тем, что есть небольшие сомнения по его платежеспособности, вот, сделать такие, скажем, реперные точки, то есть мы сейчас с Чупраковым с утра обсудили. Когда фермер получит землю? Все зависит от постановки на кадастровый учет, то есть у нас бывает кадастровая палата по три, по четыре, по пять раз возвращает. Если Чупраков поможет, то будет более ускоренный режим. Как только поставим на кадастровый, он сразу получает? Да. Александр Ильич, вообще, что хочу сказать? Во-первых, хороший фермер или плохой, это покажет только время. Наша задача с вами – предоставлять условия для ведения бизнеса, в том числе для ведения сельского хозяйства. Коллега бьется о закрытой двери уже давно, с августа, как вы сказали, и не может найти понимания. Я хочу также сказать и сделать вам замечание, которое заключается в том, что Серпуховской район у нас в пятерке худших по ведению земель сельскохозяйственного оборота. Я прошу вас оказывать поддержку и внимание фермерам, тех людей, которые хотят работать на земле. Что касается, хорошие они люди, плохие, успешные они фермеры или неуспешные, вы, пожалуйста, предоставьте шанс. Не вам решать, кто хороший, а кто плохой. Бизнес сложный, нужно помогать фермерам. У кого-то не хватает денег, у кого-то техники не хватает. Но наша задача, чтобы каждый клочок земли в Подмосковье работал. Чтобы выращивались культуры различные, и овощи, и зерно выращивалось, и сельское хозяйство развивалось. Вы имеете что-нибудь против, вы какие-то имеете возражения против развития сельского хозяйства в Подмосковье? Уважаемый Андрей Юрьевич, я как раз-таки сделал замечание своим работникам, которые могли бы инициативно ему помогать, ввиду отсутствия у него опыта, юридического в том числе. У меня нет возражений, разумеется, и это помогает не только с точки зрения развития сельского хозяйства, в том числе и развития туризма и экологии. Здесь всё идёт плюсом. И я говорю о том, что у нас хорошая перспектива в этом году выйти, если не в лучшие, то в середнике. То есть с учётом Туровского, с учётом Заокского и Дашковка. Три хозяйства, которые в общей сложности, скажем так, занимают практически половину земель. И главное, что пойменные земли там часть, которые дают высокий урожай овощей. Я, естественно, буду всемирно стараться и работать по поводу повышения производительности труда больших засевных площадей. У нас все площади затапливаемые, это большие площади, они все засеваются. Не засеваются площади, которые не затапливают. Я что вам хочу сказать. Сейчас 8 заявок от фермеров по Серпуховскому району. Я вас прошу принять всех, кто хочет заниматься бизнесом в районе, предоставить, посмотреть, показать свободную, неиспользуемую землю и сделать всё, чтобы фермеры начинали своё дело на веренной вам территории. Понятно? Я вам гарантирую, что всё будет сделано в максимальный срок, с максимальной скоростью. Мы заинтересованы в том, чтобы предоставить землю. Мы будем следить. Спасибо.